Дорогие друзья, всем доброго времени суток. С вами весьма необычный дуэт в лице международного гроссмейстера Виталия Киселёва и Никиты Петрова. В общем-то собрались мы с той целью, чтобы записать совместное комментирование несколько партий, сыгранных в Блиц. Надеемся, что всем будет интересно. Ну, я думаю, Виталий, ты можешь поприветствовать всех наших общих зрителей. Да, всех приветствую. По видео давно уже все ждали, поэтому, если оно будет популярно, то мы будем это продолжать. А мне хочется на это надеяться. Попробую, обычно играю. Давайте славянку очередной раз. Е3, славный Ф5. Есть вот такой интересный вариант. На ЦДЗД ФБ3, конь С6, ФБ7, славный Д7, черный жертвует пешку. Я не совсем уверен, что компенсация полная, но... Попробовать можно. В общем, судя по скорости исполнения, соперник все это знает. То есть, с ним уже много раз играли, да, судя по скорости исполнения. Ну, я, если честно, его ник не припоминаю, но может быть. И обычно белый в какой-то момент бьют на Е5. Тут Е4 выглядит. Да, Е4 выглядит очень логично. Обычно белый бьют на Е5 раньше. В целом, после ФБ7 все может свести строй, но, думаю, есть ли смысл сыграть Е4? А, наверное, она все-таки есть. Получается, как будто какой-то... Вот этот вот французский комбийц Б4. Ну, с переменной цветом. ФБ7. Тут H5 не надо ходить? ФБ7 не очень удачно ходить, что у белого есть конь Б5 ответ. Да, подкинуть ему H5 можно было, но он как-будто слышит нашу трансляцию. Я думаю, может, я могу взять на Б5 и взять на H2 и конь G4. Да, я тоже. Принят такого, да. По-моему, он там конь G4, король G3 и ферзь G5 входит. Ну... Мы входим, точнее, да, он входит F4. Е4. А, конь F3, ферзь G6. Вроде у нас там больше ничего нет. Ну, ферзь G6 по-прежнему шаг разит. Может быть, не так очевидно. Ферзь G6, конь H4. Ферзь G5. Ну, Е4, например. Конь Е4, конь Е3. Давайте, давайте попробуем. У нас, по-моему, других идей нет. Ну, слон Б4 не хочется играть. Входим в сторону, да. Тут просто ещё, я думаю, может быть... Ну, такое ощущение, что он все наши ходы угадывает. Сейчас вот тут надо подумать. Да, потому что есть еще вот ферзь G6. Да. Так, конь D4 смысла нет ходить, да? Конь D4, видимо, слон D7. Проходит. Чего в таких позициях иногда H5 ходили? Но тут, я думаю, H5 не очень резонно. Так, а если ферзь D6 пойти, у него единственный ход F4, да? В любом случае. Очевидно. Тогда у нас конь Е3 есть ещё ход. Подобавок. Ну, там как бы вилка. Ферзь Е2, видимо, ходит. А, ферзь Е2, конь D4. И там нету хода ферзь Е3 за конь F5. А, конь F5. Может тогда на этот вариант пойти? Мы сейчас ладью фактически пожертвовали, да? Да, но... Все, может закончиться в итоге... Ну, я думаю, что можно на этот вариант. Ну, ферзь D6. А G5, альтернатива, что F4, Е, конь F3, G6, там как-то всё это очень... Там слон D3 у него какой-то ещё ход есть. Так, здесь мы конь D4 ходим. Так, есть ещё вот Е в шаг, но, видимо... Е в король F3. Там... Видимо, ничего нет, да. Ну, туда бьём на Е3. Так, бьём на Е3. И потом на ферзь Е2, на конь D4 ходим. Да, я не уверен, что будет ферзь Е2. Может белый сыграет как-нибудь умнее, вроде ферзь Е1. Ферзь Е1, правда, ферзь G6, конечно, есть. Но, может быть, там нету маты после короля F2. Не совсем очевидно. Первый раз задумался он. Так. Кстати, на ферзь Е1 тоже надо конь D4 рассматривать. То есть Е1, конь F2 просто можно пройти? Да, действительно. Давай это можно брать на 1, наверное. Немножко банально, но всё не... А конь D4 нет хода? Так, ну конь D4 не всем не грозит, да? Ну, хотя с другой стороны, а конь D4... А, конь F5 там... Конь D4 грозит ферзь G6 с матом. Сразу нет, а нельзя играть, потому что король F2, ферзь G2, король Е3. Да, туда конь D4 ходим. Получается, что здесь... Да, то есть мат на C2 будет симпатичная. Вроде бы даже дают его поставить. Ну, надо играть ферзь G6. Да, ферзь G6, ферзь G2 и конь D2, да? Да, ну как король H4, что ли, надо играть? Король H4, конь G2... Ну, это по крайней мере лишний ферзь, но может быть, что лучше есть. Ну да, можно в крайнем случае забрать ферзя и конь D2 в конце сыграть, там, решающий материальный перевес. А, стоп, стоп. Конь F5, слон F5, конь F5, король H3, ферзь H5. А, да, мат ставим. Да. Я уже был готов подписаться под конь G2. Конь G2 тоже выигрывает. Ну да, любопытная концовка. Да, хорошая партия получилась. Конечно, я думаю, что Верник нам сильно помог. Может быть, какой-нибудь B5 заманчивый оказалась. Неверно. Ну, я думаю, что серьезно анализировать смысла нет. Всем спасибо за внимание, кто посмотрел эту партию. Для вас играли и комментировали. Виталий Киселев, Никита Петров. Виталий, скажешь что-нибудь по поводу партии или по поводу видео? Ну, увидимся в следующей части. Ну, очевидно, так и будет. Спасибо.